У вас вечер или ночь? Или утро? Два часа дня. Ай, как хорошо. А у нас утро. Как два часа дня? Мы ведем запись толкования Евангелия от Матфея и Апокалипсис, последней книги Библии, святых отцов. Володя считает, а я иногда комментирую. А я вчера, значит, ночью, да, уже где-то было 12 часов, смотрела ролик, где вы там рассказываете, там какой-то парень должен был жениться, да, по-моему, и вы советы ему давали. И слушаю, и так приятно, и молюсь, и молюсь за вас. И написала там, написала, что вот это такой чудный человек. Вы, наверное, у вас времени не бывает там читать, да, то, что комментарии... Время, я все читаю, это не читал. А что у тебя глазок-то не работает там, ну-ка глянь. Отец Игнатьев, мне одеться надо просто, вы подождете, если... А что не подожду-то, я подожду, конечно. Ага, сейчас. Давай. Саммера, молодец. Наши все ее любят. Там на что говорил. Надо будет посмотреть потом. А, там про Жениху-то у меня много поставлено. С Кириллом. Я не знаю, как теперь старую тему выводить ее отдельно. Или как натолкнуть-то у меня. Хорошо. Я даже хотел показать про Мину Жовнера. Она смотрит здесь. И что я читаю? В это время я читал стихотворение. А стихотворение так. Лука 3, 8. Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. И дальше мое стихотворение. Мое стихотворение. Так, маленечко, чуть-чуть, подожди. Тут начал запись одну делать. Сейчас прослушать мое стихотворение тут. Ага, жду, жду. Вот сейчас я его покрупнее выведу, чтобы Володе было удобнее его снимать. Вот тут эпиграфом Луки 3, 8. А дальше такое. Когда-то высчитал у грека Златоуста проподвиг древнего прадеда Авраама. Еще Авраам из буквы А не густо поверил и Егове. Вот что странно. И странникам пошел по Палестине, оставив родственников, прежние пейзажи. И у него отнюдь ничто наполовину. Не то, что нынешние лизоблюды наши. С утра до вечера у всех в иконостасах чернели их башки, мироточили. И не задумался, видать, никто ни разу, такой ли Бог, кто создал Палестину. И вдруг в тоске и в жажде доли лучшей какой-то голос странно зазвучал. Стрела вошла, неведомый был лучник, потребовал отставить всех тот час. Конечно, плакали навеки расставаясь, собрали рухлядь, скарбь в свои палатки. Горшки делили снохи, тещи, свахи. При дележении все проходит гладко. Клубилась пыль за блеянием коз. Смотрели родственники, слезы утирая. Куда, прости, божок их черт понес? Здесь в кладбище отцов такие травы. Но Авраам, тогда для всех Авраам, шагал и ждал, прислушивался к небу. Он не Рахиль, башков тех не забрал, уже чуждался явно непотребных. Решительно порвал и навсегда. Своим умом назад не ворохнулся. На небосводе яркая звезда, под Валаама не сыграл он труса. Примером многих сильно озадачил. В неведомое шел, юродствуя так впрок. Теперь мы знаем, он не мог иначе. Он был воистину отец, герой, пророк. Это Ибрагим по-мусульмански. Но слушаю. Да, да. Вот. Ну, в общем, вот я посмотрю, сейчас, вот я сейчас включу, вы меня увидите. Подождите, сейчас. Это я стихотворение прочитал. Вот я. А я пощусь, у нас, когда паломничество, вы знаете, да, считается, что или надо поехать туда, в гадж, или надо, значит, здесь, там, в общем, жертвопоношение сделать, или надо здесь не поститься. Вот я пощусь. Это вы наше в Медину или Мекку? Или главное, это ваше... В Мекку, Мекку. Ну, и в Медину тоже идут? Да, туда тоже идут, да. Но сейчас так дорого стоит, отец Игоревич. На две шторки. Маленькие. Так. В общем, я вчера слушала, и вот так хотелось мне туда, вот там быть, вот там, где вы это все читаете. А вот смотри, там сказала про женитьбу, я еще с одним юношей беседую, как-то тебя надо вывезти, ты в моем здесь мейл.ру поищи там в разных, кажется, персоны или детский лагерь, его звать Кирилл. И он тут с одной девчонкой увлекся, и я его отдельно вывел, и отдельно с ним беседую, женитьбу. А я его, я это тоже увидела, молодой, 14, нет, где-то его 15, по-моему. Да, 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 да. Это вообще как интересно было, очень интересно было. Ну, мы на то и призваны. Отец Игнатий, вот побольше, вот, ну, вы сами знаете, сами делайте, побольше вот таких роликов, это жизнь. Вот одно дело вот просто, да, вот там, ну, это тоже надо, это, естественно, само собой. Но вот читать вот как-то теорию, а другое дело на практике, там таких советов же, ну, не очень много. Да. Вы меня хорошо слышите? Очень даже. Да, вот так что это здорово. Он сейчас смотрится. Я, например, с удовольствием смотрю, и много людей смотрит. А вы видели, вот, там, где... А кто у вас там смотрит, ему привет передается. Хорошо. А вы видели, вот, это, я выставил там, где переписка с мусульманкой с вами, и нашу прошлый раз в скайп я записал беседу. Прошлый раз в скайп беседу, не знаю, когда-когда? Ну, а вот, в прошлый раз, смотри, ну, вот сейчас зайди на форум. Ага, да, да. Страница какая-то, она-то, строчка, может, пятая, беседа с мусульманкой, переписка с мусульманкой. Ну, наша с вами переписка-то. И в конце... Это я все читала. А в конце там, по скайпу мы с вами беседуем, и я это выставил. Да ладно, ой, как интересно, я прям уже стала известна. О, там какие отзывы-то пошли, вы бы знали. Вот какая женщина, какая расположенная, какая она красивая, какая умная. А, спасибо. Да как они... Это надо зайти в Кистенеру, да? А куда зайти, там, где разговор с мусульманкой, по-моему, да, это... Нет, это моя переписка с мусульманкой, переписка слова, оно прям на первой странице, на моем... Да, я зайду, обязательно, спасибо. Обязательно, посмотрите, там, как раз мы с вами разговариваем, потом вы отошли куда-то, и вот такое... А-а, отец, знаете, это тоже очень хорошо, что вот все вот это видят, все, это очень интересно. Но не знаю, я думаю, что это все, вот как образец, да, вот, вот, общения. Таких же вещей нету. Вы понимаете, в чем дело, вот, допустим, мне говорят, ну, вот вы сняли такой ролик, а какая в нем информация? А информация такая, мы с нуля строим православную деревню, батюшка там, где живут, потеряевки. Ну, представьте, приехали на голое место, ничего нету. И показывает, овечку завели, и теперь как стригут ее ножницами, ножницами. А теперь показывает нынче, уже у них машинки электрические стригут. Как это? Люди собираются ехать, они наоборот должны все видеть. А у меня именно так. Мы снимаем там, и как крестят, и как хоронят, и жизнь, и за обедом, за столом, концерты, что осталось. Чтобы люди, перед тем, как приехать, они увидели, какая идет там жизнь, с чем живут. А у вас там есть вот кто-то из взрослых, да, вот мужчин, вот такие же, как вы, вот передовые ученики, вот чтобы они могли вас как-то, например, вы куда-то уезжаете, чтобы они когда вы уезжали, чтобы они вас заменяли, да? Есть такие. А вот был с нами Виктор-то, помните, снимал? Да, да, конечно, помните. Вот он первый, которого вы видели. Да, он на вас похож, он сможет, да. Он очень грамотный, он преподает в школе. Ой, хороший. Да, да, он сказал, что я тоже учитель. Вот, кроме того, он написал примерно на 90 стихотворений моих музыку. Он сам играет на гитаре и сам поет. Вот мы сейчас выставили ролики у меня, ты их просто должна увидеть. И написано, мои стихи поются. Два ролика поставили. Эти стихи идут, и на них текст идет, прямо текст на экране. И, ну, просто вы должны это увидеть. Зайти там в Савченко, прям здесь же, около себя, увидите. Савченко Виктор Николаевич. Отец Игнатий, ну, в общем, вас Бог избрал, чтобы вы как бы новую Россию строили. Я так поняла, честное слово. Так вот, когда о нас фильм сняли, ну, как сняли, там, я не хотел. Мне звонит батюшка, вот тут, эти самые, режиссер, там, просится православный. Ну, что снимать-то? Ну, он приехал и снял. И фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Он на моем сайте стоит, предчувствие. Первое место, это чего-то стоит? И там нас назвали «Искорка возрождающейся России». Мы конкретно делаем. Второй фильм, он, главное, снял один фильм, прошло года два, он опять приезжает. Говорю, зачем приехал? А я еще фильм сниму. Я говорю, ты как охотник, под одним деревом убил зайца, и все время ходишь под это дерево. А зайца, нет. Он снял фильм, этот фильм занял первое место в России. Второй фильм называется «Златоус из Потеряевки». Это Потеряевка деревня, а Златоус это так уже по немощи назвали. Какой я Златоус? Я все подчеркиваю, у меня нет образования никакого духовного. Я все достигал самостоятельно. Если бы я был в Азербайджане, жил бы, можешь не сомневаться, я бы по-арабски разговаривал и по-азербайджану. Да, я не сомневаюсь. Я вот приехал в Латвию, я по-латышски начал через три месяца разговаривать. Три месяца. И Библию у меня была, я читал, это Господь дает, а в школе иностранного языка не было. Ну еще могу сказать, они мое, хвалящиеся, хвались Господом. Мне как-то приглашение было приехать в Грузию, я уже в Москве пошел покупать учебники грузинского языка. А то живут в Латвии. Я говорю, а сколько живешь? А, да вот тут уже лет 18. Ничего не может разговаривать. 18 лет жил. Ни обычаи народа, ни языка не знаешь, и как они с тобой должны обращаться. Они вот так, спросишь куда идти, они вот так показывают, два пальца, хоть в ту сторону, хоть в другую. А я был, они все расскажут, к себе пригласят. Почему? Я старался делать, ну вот с вами мы ходили по городу, я спрашивал, чтобы подсказывать Саммера, чтобы я нигде не нарушил ваши обычаи мусульманские. Да, мне так это было вот интересно вообще-то, здорово. Ну да. Ну знаете, отец Игнатий, здесь еще вот этот просто уровень ваш сам, вот как человек, как воспитание, все это имеет значение. Одно дело вот вера, знание, а другое дело уже вот то, что у человека багаж какой. Ну и все-таки, Саммера, я остановлюсь на молитве. У мусульман, когда будет где-то обо мне разговор идти, а он где-то будет, ты скажи, больше всего Игнатий Лапкин ценит у мусульман намаз. Пятикратная молитва, у меня она семикратная там, или до десяти раз, но я один, а они собирают всех намаз. Почему не сделали христиане у себя этот намаз? Почему? Все было бы по-другому. Вы были бы, монахи, если проповедовали, вы были бы православными. Мухаммад был бы одним из самых великих пророков христианства. Это все монахи. Ну это одно и то же, поэтому. А вообще, отец Игнатий, вы имеете в виду семикратное течение дня и ночи, или течение только дня? Дня, а утреннее, вечернее молитвы я исключаю, это отдельно само по себе. А вот к семи это и ночная. Знаете, почему я говорю? Например, мусульмане, они же не все знают, что есть еще ночная молитва, да? Ну знают те, которые пьедавые. А еще есть одна, вот та, которая под утро. Значит, вот пять раз в день они молятся, то есть мы, да? Потом, значит, где-то в полночь, помните, в псалуме есть такой, встану, ну в полночь, Давид говорит. Помните, да? Да. Вот. Ночью они молятся и еще под утро, получается, в принципе, тоже, да, семь раз. То есть ночью минимум два раза мусульманин, он, ну если он такой настоящий, сильный верующий, он должен минимум два раза тоже встать и вот поклоняться и служить и молиться. А это не делают, в общем-то. Ведь понимаете как, вот я напомню, ну меня никто этому не учил, я внутренний голос слушаю. Я молюсь и у Бога спрашиваю все время совета, Господи, заговори, я хочу слышать тебя. Я не слышу голоса, я внутренним совестью, душой. Вот допустим, ну пример, я же вижу люди вокруг меня как. Я вхожу в камеру, вот я когда был арестованный в тюрьме, по этапу, привезли меня, я никого не знаю. В камеру вошли, захожу, я перекрестился, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мир вам! А тут и мусульмане, и татары, и кого только нету в камере-то. Сразу встает, кто называется, Пахан главный, подошел, поговорили, какая статья. Вот, что вам нужно? Я говорю, мне нужно место для молитвы. Скажите, где я буду, не буду мешаться вам. Да что вы, где хотите? Ну я найду там где-то около косяка, где-то в сторонке, чтобы кланяться можно. У меня молитва с поклонами. Он подводит меня, а где вы хотели ложиться на одну койку 2-3 человека? По переменке спят-то. Койки-то, допустим, 50 койок, а сейчас это 150. На маленьком пространстве. Все курят. Я говорю, мне, чтобы табака не было. Да практически такого, говорит, нету. Вас сильно освещает вот это. Да, да, я вот сейчас не буду. Вот маленько убрать, чтобы ярче было. Вот, я поясняю как. Вот, он подходит, вот эта койка подойдет перед окном, если он того, так, уйти, так, чтобы сверху на вас пепел не сыпали, тоже освободить. Две койки, одного мне освобождают преступники. Две. Я говорю, так это незаконно, этого нельзя делать. Не разговаривайте. Теперь, каждый день в камере я становлюсь примерно 5 раз на молитву. Каждый день. Молитва-то часовая или полтора часа. Каждая молитва. Я нигде не учился это. А вечером с 8 до 10, в 10 отбой будет. У меня проповедь. Я узнал, кто не курит. У меня с собой Новый Завет, вторая часть Библии. Эти люди, из них я еще выберу, кто лучше читает. Они вымыют руки с мылом. И я им даю читать. И сам поясняю. Камера открыта, охранники с двух этажей сойдутся, в двери стоят. Закрещенные ни один не закурят. Вам понятно? Ни один не закурят. Извините, я вас перебила. Можно вот один вопрос задать? Давай. Я как-то помню, я задавала, это было очень давно. Ну вот очень давно было, где-то год-два тому назад. Но не полный вопрос это был. А сейчас вот я там нашла один ролик в Ютубе. Ну, наверное, вы сами уже ответ знаете. Вам, наверное, такой вопрос задавали, видимо. Просто у нас тоже есть, в принципе, среди верующих такие, вот как так молятся. Но, по идее, я просто не приемлю это. Дело в том, что вот помимо Бога, ну, понятно, вы молитесь Иисусу, это все понятно. А вот еще вот другим святым зачем молиться? Вот это мнение. Тебе вопрос задала, да? Я тебе кратко отвечу. У нас в Библии написано, это сектанты этого как будто не считали. У Бога нет мертвых, у Бога все живые. Это у людей списанное. Вот заметьте, там были самаряне, вы считали Библию, знаете хорошо. А они, самаряне эти, были ненавидимы евреями, потому что они перепутали ту, другую веру. То есть, когда Израиль был выселен, а на их на пустующее место царь там, кто там, ну, не Новоходонос, аж больше Артаксерс, прислали разных народов. Ну, место-то, ну, как выселение народов-то было. То есть, Чечню уже высылали татары, на их место другие. Пришедшие народы, они принесли свою веру и стали поклоняться Богу Иегове. И у них такая смесь была. И они признавали не 39 книг Ветхого Завета, а только 5. И на основании пяти, это саддукеи, теперь уже полы появились, эти саддукеи не признавали, что есть ангел, что у человека есть душа, а эти-то верят то и другое. И они ко Христу подошли и составили такой рассказ. Вот у одного человека, это сказать, было семь братьев. И один женился, умер, а по закону должен следующий взять ее. Второй берет ее, и все семеро умерли. Когда воскреснут из мертвых, она чья будет жена? То есть, они решили на основании вот этой башни, которую выстроили, доказать, что евреи ошибаются. У них там ошибка в Писании, то другое. Многие сейчас так думают. А Господь говорит, а вы не читали, когда Авраам говорит? Это Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Якова. А говорит Моисею, спустя уже 430 лет, я Бог Авраама, Исаака и Якова. Ну, вы читали? Ну, да, читали. Ну, а какой вывод-то? Он не сказал, я был Бог Авраама, но я сегодня. Вот у меня, допустим, пять сыновей. И один сын погиб. Я говорю, у меня четыре сына, я не могу сказать пять. Потому что одного нет, я его уже похоронил. А когда Бог говорит Моисею, Муса, он ему говорит, я Бог Авраама, то есть сейчас, я Бог Исаака, Бог Якова. Так Бог не есть, Бог мертвых, но живых. И мы в это верим. Праведные у нас идут в рай, согласно Слову Божию. И они, в книгах написано, что они являются нашими предстателями. В неканонической книге, в Маковейской, говорится, Ония и Еремия молятся за народ. И вот мы, допустим, уходим в другую сторону. Я пример говорю. Вот я поехал далеко, и здесь всем сказал, вы молитесь за меня. Но я уехал-то далеко, в Германию. А молитву-то Бог слышит? Слышит. А если человек в космосе находится на Луне, Бог слышит? Слышит. Поэтому мы смерти-то не признаем. Вышел он из тела, не вышел, он тот же самый. При жизни я обращался за помощью к живым святым. Ну, живые рядом живут. И они умерли, для нас смерти-то нету. Я по-прежнему обращаюсь к ним, обращаюсь как к живым. Тем более он теперь освобожден от тяжести тела, от соблазнов. Теперь он рядом с Богом. И я обращаюсь к нему, говорю, походотайствуй обо мне. Это опыт церковный показывает. Вот почему мы молимся. А я интересно смотрел фильм, называется «Королек птичка певщая». Турецкий фильм. Видели? Да, да, конечно. Хороший, правда? Да, нормальный. И вот когда она приехала туда в учительницу, а она подвела ее ко гробнице, который умер, того где там мусульманский, я не знаю, кто, мулай или шейх. И она прямо к нему обращается. Так я говорю, у нас тоже есть такие вещи. У нас тоже апостолы молятся, даже Мухаммеда молятся. У нас есть такие вот направления, но чистое мусульманство, ну то, что по Корану, считается, что только надо Творцу Богу молиться, и больше никому нельзя. То есть только это уже считается как бы грехом. Нет, не может это быть грехом. Если вы верите в воскресение из мертвых, верите, что у человека бессмертная душа, как вы можете считать это грехом? Вот ученики идут, женщина, у которой дождь бесноватая, она бежит то спереди, то сзади, она надоела, дождь моя обеснуется, помоги. А Господь не отвечает. И ученики говорят, она уже тут сколько времени, он говорит, нехорошо взять хлеб у детей, то есть у евреев, и дать псам. И она выиграла эту битву, и она говорит, но и псы едят, крохи падающие со стола. И он говорит, иди, дочь твоя здоровая. То есть ученики ходатайствуют за нее, за нее. Вот эти апостолы при жизни были ходатаями, и мы понимаем, а они не умерли. Вот у нас житие святых, и отмечается не день рождения, а день смерти. Вот Иоанна Златоуста, апостола Павла, когда он был казнен. И Соломон говорит, по-вашему, Сулейман, день смерти лучше дня рождения. День смерти. Поэтому мы молимся святым, потому что церковь наша состоит из двух частей. Одна вот эта на земле борющаяся, страдающая, и вторая ее часть на небе торжествующая. И у нас связь не прервана. Мы продолжаем с ними так же разговаривать, как с живыми. И получаем помощь реальную. Это не грех. Отец Игнатий, а если вот просто ссылаться на то, как Иисус учил молиться? Хорошо. Он сам же святым не молился, он учил молиться, что вот, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесе, да светится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твое и на земле, как и на небесе. Хлеб наш насочный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как мы прощаемся в решившем против нас. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукава. Ибо Твое есть Царствие и Сила и Слава во веки веков. Аминь». Он же так учил молиться. Ну да, ты по Луке прочитала, Евангелие от Луки, 11 глава. А 6 глава Матфея, это маленько другой вариант. Я своим говорю, никогда не добавляйте слова. Ибо Царство, Сила и Слава во веки, аминь, слова веков там нету. А во веки, да, извините, но я окончание просто неправильно сказала. Да, но ты маленько с одного на другого перенесла, неважно, прочитала хорошо. А Господь и не мог учить, Он Бог, Ему молятся. У нас троица учения. Это Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Это единое. Три в едином естестве. Для человека непостижимая страшная тайна. И вот был однажды такой блаженный Августин, он шел по берегу моря, задумался. Ну как вот, три равные, равнопоклоняемые, и в то же время Бог один. Ну как это может быть? И вдруг он увидел маленький мальчик, ну может года три, и он раковины в воду черпает, а волна набежит, он почерпнет, отбежит, и там в песочке ямка вылит, и опять бежит, и опять черпь черпнет. И он посмотрел на него, мальчик красивый, и говорит, а что ты делаешь? Он говорит, я хочу это море вычерпать. А оно все утекает. Он говорит, так разве это можно море такое маленькое вычерпать? Он говорит, а как же ты решил неместимого Бога в маленькую коробочку в голову уложить, понять? Он посмотрел, а мальчика никакого нет. То есть Бог послал ангела и дал ему уразумление. Мы очень немощные и слабые. Откровение дано. Но это единый Бог, мы единобожники, не многобожники. Но у нас Бог троичный в лице. Отдельный Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. А как это может быть? Никто этого не знает и знать не положено. Не, это я услышала. Не насчет того, что Иисус учил как молиться, значит мы также должны молиться. Не согрешишь, молись так. Да, я так молюсь. Так и молюсь. Я никогда не молюсь Мухаммеду, каким-то... Вот у нас есть апостолы, вы знаете, да? Вы знаете, да, после каждого пророка были 12 апостолов. Это есть во все века. Это в Библии тоже есть. И в Коране это тоже есть. Вот у нас, например, тоже есть, которые там апостолы Али, Али такой есть апостолы. Голова опустима, Самир, а тебе вот так, а то перекрыло глаза. Они тоже, например, апостолы Али молятся. У нас есть мусульмане, которые молятся. Там вот, значит, святая была, значит, она была дочка пророка, ее звали Фатима. Они ей молятся. Вот, то есть у нас есть такие. А в Коране учится, что молитва, значит, истинная молитва, та, которая принимается, это молитва, обращенная только к Богу Единому. Но на арабском они говорят Аллах, да, на их языке. Вот. Поэтому. А у христиан тоже, да, я читала, я же все это изучала. У них тоже. Он учил, что надо молиться только к Богу. А там вот в Евангелии нет ни одного места, чтобы какому-то святому молиться. Вот нету. Правильно. Правильно. Но опыт церковный показывает, что вот мы признаем в Ветхом Завете 50 книг. А сектанты, они признают 39. Там есть книги не канонические. А почему не канонические? Это не апокрифы. Эти книги не были найдены на еврейском языке в оригинале. А теперь уже некоторые найдены. И там прямо говорится. Видел в видении, они там первосвященник, иеремия молятся. Ходатайствуют, ходатая. Это и так объяснимо. Если мы верим в бессмертие души, ну как у меня связь прерывается? Вот я живу рядом с апостолом Павлом. И вдруг его не стало. А где он? А он уехал в Рим. Ну какая разница? Связь моя не прерывалась. Он по-прежнему за меня молится. А чем на небе святые занимаются? Вот так вот рассматривали святые отцы. И пришли к убеждению. Это моя вера. Я в это верю. Я в это верю. Но никому не навязываю. Ты скажешь, а я так не молюсь. Ну и не молись. Только не поноси. Тебя Бог слышит по очи наш. Нет, нет, нет. Не поношу. Не дай Бог. Грех так, конечно. Нельзя другую веру на это носить. Ну нужно просто... Меня спрашивают. Ну вот вы говорите, чтобы баптисты стали церковью, нужно рукоположенный пастырь. Да, епископы нужны. У них нету. Но вот они примут, они скажут, что у нас одежда такая вот, как ризы. У нас не принято. Мы спасемся просто в гражданском костюме. Я скажу, без галстука. Галстук уберите. Это масонский знак. Он не нужен. Галстук это масонский знак. Верующий вообще не понимает. Ну они говорят, ну а у нас тут Божьей Матери мы не молимся, икон нету. Не надо. Но только не хулите. То есть баптисты могут остаться такие, как есть. Но принять действие на рукоположенных епископам. Потому что они по прямой связаны с апостолами. Апостолы рукоположили епископов, другие других. И непрерывно. Где перерыв, там ничего нету. Там обман. Отец Игнатий, а у вас там вообще не есть такие, кто могут рисовать вот на духовные темы? Ну как сказать, чтобы именно вот как художник так... Вы знаете, как я вам сейчас скажу, я вот после этого Рамазана, после того, что вы приехали и уехали, да? Ну я не знаю, и это с вами тоже было связано. Я почему-то так думаю. Вот потому что, ну это... Вы меня просто зарядили положительной энергией настолько, что я уверена, что это было с этим связано. Спасибо вам. И, значит, я после этого стала рисовать. Ну то есть я рисовала раньше. Вы меня слышите, да? Я слышу. Я рисовала, ну так, чтобы вот сидеть вот, ну более серьезно, там масляными красками, на холсте, ну все такое. И вы знаете, я стала рисовать. В общем-то три уже картины нарисовала. Там, значит, мечеть нарисовала, потом нарисовала вот верующую, она молится, на ней свет такой. И третий там нарисовал тоже кое-что там. И мне интересно, вот на духовную тему, если они будут рисовать у вас в общине, это тоже своего рода будет как бы вот показатель вот их образа жизни. Потом сделать, ну это просто я так думаю, потом сделать можно выставку такую. У нас это дети делают, взрослые. У нас это практикуется в каждой епархии. Есть, да, значит? Просто вы не выставляли, вы не выставляли, вы снимите, да, тогда мне очень интересно будет. Ну, рисунков у меня нету. Но сейчас у меня фотоаппарат есть. Я фотографирую и выставляю. У меня только на Майл.ру где-то около 4 тысяч фотографий. Но там есть то, что вот у нас, где проходят собрания, вы видели на стене, там, гравюра Гюстава Дарея. Или вот эти вот, трехтомник красный, Новый Завет. Там 230. Отец Игнатий, можно я сейчас вам покажу вот эти свои две картины? Сейчас покажу. Давай. Вот. Я хочу спросить, Самира, мы официально не против, что мы разговариваем так долго? Нет, он на работе, а так он знает же вас. Зачем против? Я хочу, чтобы у нас были хорошие с ним отношения, как с вами. Нет, отец Игнатий, он меня хорошо знает, и он знает вас хорошо, и знает, какие мы... Так ты уже в рамку поставила рисунки. Вот сейчас я хочу показать вам, вы видите, отец Игнатий? Я вижу. Видите, она сидит, там лес, да? Да. Смотрите. А внизу там красная непонятно, что там, надпись какая-то? Нет, нет, вот это, смотрите, вот я вам показываю, это место, где она молится, да? Нет, это не она, я вижу, тут что-то красное сбоку. Вот это отец Игнатий, это она, да, видно? Видно? Видно, видно. Не видно вам? Видно, а вот... Расплывши-то так. А, ну у вас тогда камера, значит, да, такая, не очень сильная. Но я потому что здесь, вот, вот еще одна, это мечеть. Ну, в общем, вот так. Хочу сказать, что вот, я думаю, что это, это все, вот какая-то возможность, чтобы... Это талант, и талант нужно развивать. У нас это проявляется в рисовании икон, святых, образа Божией Матери, преблагословенной приснодевы Марии. Да, да, я знаю, я знаю, да. Вот у нас сейчас один, у меня знакомый, ну, как знакомый-то, по интернету. Он прыгнул где-то и ударился головой, там, под водой. И теперь парализованный. Ему под руку сделали мышку, он, пальца два шевелится. И он в интернетной версии, а их переводят теперь такие, такие прекрасные иконы. Прямо удивительно. Совершенно парализованный. Видите? Отец Игнатий, потом, еще у вас там нету такого хора, по-моему. А откуда ему быть-то у нас? Вот, у вас нету там хормейстера? Ну, я просто так, по ходу действия, у вас уже сильная община, да? Да нет, конечно. У нас маленькая община, какой там хормейстер-то? В субботу вечером там совсем мало приходит. А в воскресенье, ну, стоят там, поют, которые на клиросе. Это клирос называется. Ну, поет семь-десять человек. Ну, кого махать там руками-то им? Пускай все поют. Подождите, отец Игнатий, у вас община разве из семидесяти человек состоит? Ну, а ты думала, что семьсот, что ли? Не, ну, хотя бы человек пятьдесят нету там. Ну, хотя бы тридцать. Ну, тридцать-пятьдесят есть. На что? Не все же поют там, бабушки. А нет, стоят, молятся. А, понятно. Ну, из тридцати хотя бы, если десять будет, это уже хор. Ну, да, хор. Ну, у нас, считаем, что маленькие, поэтому вот, когда детей учат, бывает, там, перед ними дирижируют. У нас есть люди, которые имеют хорошее музыкальное образование. Ну, с вашим не сравнишься, там у вас консерватория, академия. Ну, у вас тоже есть же консерватория, академия. Конечно. Мы же этого не отрицаем. Но, главное, мы на это сильно не давим. Вот оно есть. Знаете, зачем? Это тоже для души. Отец Игнатий. Я вчера, значит, вечером люблю... Время так не очень, да, так это... Отец Игнатий, значит, я там нашла, вы тоже посмотрите в Ютубе, или девочкам там подскажите. Называется «Радостное ожидание». Ну, русские хоры церкви, да, они эту песню поют. Слышите, да? Радостное ожидание. По-моему, так. Отец Игнатий, какая песня! Ой! И хор поет. Я так подумала, вот можно это сделать. Просто у нас же здесь уже на русском так не очень много, да? Вот в советское время очень много людей говорили. А сейчас как-то собрать хор немножечко... Ну, для меня это сложно. Но в консерватории очень много говорящих на русском. Но я-то не в консерватории сейчас работаю. Поэтому... А вы можете там сделать такой хор? Не будет этого у нас. Почему? У нас в направлении это много тратит время. У нас главное в это на благовестие. Мы не можем там... Да, собирается-то... Люди могут еще. Но если собирается, мы сразу же начинаем речь все о благовестии. Людям возвестить о Христе. Людям нужен свет. Люди гибнут без Христа. Дайте свет. А пение, это пение... Ну, это один из моментов, который тоже в богослужении употребляется. Но не столь важный. Мы можем это и проговорить. Да, сделайте. Знаете почему? Потому что, во-первых, это для души. Во-вторых, жизнь, она... Вы же сами знаете, верующего, она должна быть очень насыщенная. Чтобы жить интересно было. Вот. Они будут петь, и они будут раскрепощаться. Вот одно дело, только одна Бога там где-то слушать лекции, там молиться. Вот. А другое дело, вот по всем параметрам, чтобы вот они жили. У нас поют. Вот когда... Вы зайдите сейчас, поставьте занятия или собрание. И у нас все время поют. Они со стола убирают, и все поют, и поют, и поют. Как у вас говорят, они что, разговаривать не умеют? Почему все время поют-то? А, да, да. У нас обвинение другое. И с детьми все время занимаются. Дети поют. Мы с ними берем на концерт, едем, когда на благовестие, с нами едет машина, две ребятишек везут. И они выступают и поют там в клубе, там, в Дом культуры где. Это у нас вообще. Ну, значит, поют, да? Да, конечно. Ну, слава богу. Вы им всем привет от меня передавайте. Скажите, я их очень люблю. Вот зайдете на форум и зарядите слово пение разное. И там, увидите, какие я натаскал ролики. Там где-то румыны поют. Есть вот на днях такой из Америки мне указали. Большой-большой хор, видимо, у баптистов. Очень хорошо поют. Хор, наверное, человек сто. Да, да. Да. Ну, а там дальше, в общем, а может даже и больше их там. Прям много так. Вот. Ну, я петь не умею. Ну, когда никого нигде нет, тогда пою один. Ну, нет. Ну, почему? Можете петь. Надо быть, ну, это вы сами знаете, надо быть уверенным. Ну, да. И петь, и все. А когда ради Бога поешь, и голос прорывается. Ну, да. Так что вот так. Ну, зайдите пение разное, посмотрите. Спасибо, дорогой. Спасибо вам. Да, Бог вам много-много лет жизни и здоровья крепкого, чтобы вы могли со мной разговаривать. И не только со мной. Со многими. Мы сейчас вот с Володей. И Володю покажу где-то. Дай-ка, Володя, мне. Сейчас он тут съемку нашу ведет. Сейчас увидишь его. Вот. Это Володя какой, который с вами приезжал, да? Подожди-ка, я не слышу. Подожди-ка, я не слышу. А что тут тебя не видать-то? А-а-а. А-а-а. Поехали. И он все работает. Он безотказный. Зато с ним не такой отец, как вы. Мне сильно нравится. Мы вдвоем здесь. Ну, вот покажи мое. А, тебе нельзя увидеть это никак. Вот. Я на низу, а он наверху через один. У меня трехэтажные здесь. Да, я же видела. Ну, да. Он на третьем этаже, я на первом. А на втором у меня тут аппаратура разная. У нас все с ним есть. Он утром встает, готовит завтрак, обед, Надежда Васильевна. Так, это, Володя, постучи, чтобы она прибежала. Она Самиру хотела увидеть. Ой, спасибо. Сейчас он постучит ей. Она там готовит кирпичи для печки. Отец Игнатий, там, значит, получается две комнаты. Нет, два дома, да? В одном доме мы молимся. А это домик один. Ну, если ты зайдешь, там увидишь, я его снимаю сейчас где-то. Он на две квартиры. Ну, они себе дом построили, ушли, а Надежда Васильевна попросила, а мне сделай отдельно, чтобы принимать бабушек, отдыхать тут они могли. Потому что у нас во дворе, в котором мы молимся, идти-то никуда не надо. Наш храм рядом. Да. И они там, как бы, женская половина. Ну, конечно. Утром мы всегда стоим в 4.40 по нашему. Еще ночь. А кто у нее ночует, она всех приводит на молитву. На молитву. Утром мы вместе помолились, они дальше идут, свое дело делают. Здесь, конечно, ей очень удобно. Надежда Васильевна, прийти скорее с Амира поговорить надо. Так. Игнатьич Васильевна. Здорово. Здорово. Скажи, чтобы быстренько пришла. Быстрее. Я все слышу. Слава Богу, что на земле такие люди существуют. Ну, как мы можем. Потому что вот, если спрашивают, у человека есть-нет враги, другой хвалится, врагов нет. Если врагов нет, то надо обдумать себя. Такого нет, если бы ты шел правильно и не было врагов. Господь говорит, горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Да. А Пушкин говорил, что у хорошего человека много врагов. Да. Вот у меня главные враги, это церковные, православные священники. Потому что то, что они вот это установили, что там делают, там мощи, с мощами там, иконами оратощат. Я все говорю, это наносное, это не наше. Вы не знаете прямо как со Христом быть. У нас два момента даже. Утромиться свыше, получить рождение свыше. И второе, быть вадимым Духом Божьим. С поводительством Божьим. Сейчас я гляну, кто там пришел. Надежда Васильевна, пусть идет побежать. Да, она пришла. Иди скорее. А то Самера уже заждалась тебя только. Здравствуйте, моя хорошая. Ой, моя красавица. Садитесь рядом. Привет. Ой, какая красивая вы стали. Слава Богу, чтобы не сгладить. Вы знаете, как вы, ну вы совсем помолодели. Ну вы не такая в возрасте, но вы совсем юная девочка как бы стали. В прошлый раз мы с вами разговаривали, записано. Надежда, спасибо. А как это вам удалось? Вы знаете, у вас лицо такое. Вот что говорят, что в рай попадут дети. Да, вот про это сказано. Отец Игнатий. У нее лицо такое, как у девочки. Даже вот как у ребенка. Слава Богу. Ой, Самера, ну захвалила. Нельзя так. Нет, вы извините, но я же вижу, мне приятно, очень приятно. Ну вы совсем изменились. Ну слава Богу. Молодец. Значит, на самом деле правильно все делаете там. Я смотрю, я говорю, Игнатий, какая жена красивенькая, а, сидит. Мы друг друга хвалим, хвалимся, и мне хочется вас увидеть. Приезжайте скорее к нам. Спасибо. Говорят, да, мы сейчас поедем. Ну не знаю, сейчас он пусть приедет. Его сейчас дома нет. Послушай меня. Тут вот как надо делать. Ты узнай в аэропорту у вас, из Баку. Самолеты куда летят? Летят ли они в Новосибирск? Летят ли они в Москву? И куда идет железная дорога? Если вы попадете на Москву или на Новосибирск, тут уже дальше проще. Дальше я могу узнавать, сколько стоит. Вы в прошлый раз спрашивали, сколько стоит. Но там я не могу узнать. Но ясно, что с пересадкой прямого, в Баку потеряевка, такого нет самолета. Да, я знаю, узнаю, узнаю, к чему сейчас приедет. Наталья Васильевна, как вы там живете? Да хорошо. Приезжайте. Много у вас там женщин? Иногда ночуют много, 3-4 человека. А ночью встаете на молитвы тоже? Да. А как же, без этого нельзя. Наталья Васильевна, а сколько молитесь? Сколько времени? Надежда. Надежда Васильевна, извините. Очень извиняюсь. Сколько времени вы стоите на молитве там? Ну, ночью. Ночью-то мало. Минут 10. А утром в 4.40 я встаю, то есть больше часа. Больше часа утром выходит. Ага. И уже привыкли, вот уже привыкли и проблем нету? Нет, нет. Я даже до будильника встаю половина четвертая. Будильник 4.40, а я уже пол четвертого встала. А иногда и в 4, иногда и в 3 часа. Ну, у вас не холодно, нет? У вас отапливается? Да. 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 Поэтому легко вставать. Да, это хорошо. И что, у вас уже аура такая там, наверное, светлая. Уже в этой ауре и спокойно можно и помолиться. Да, отец Игнатий? Да. И стать там уже, уже там такие эти народные явления не будут мешать. Нет. Это вот у меня молитвник. Они молятся больше, чем я. Ну да, я знаю. Я своими делами занимаюсь, а они на молитве. Видите, как Мария это скажет. Я, допустим, я ничем не занят. Мне нужно не меньше семи раз в день встать на молитву. А они на улице работают с Виктором Николаевичем, который был. Маленько погодя не заглядывают. Вы давно молились? Я говорю, да только что. Ну и заходите. Опять зашли помолились. Один машину ремонтирует, другой там по электроэнергии что-то делает. Проходит час-полтора, опять заглядывает. Вы давно молились? Это, понимаете, вот Бог дает, вы спросили, какие друзья там ваши, кто у вас есть. Вот я уезжаю, и как будто бы я никуда не уехал. Я с ними. Я в любое время могу сказать, чем они занимаются. Я очень люблю дисциплину. У меня даже один раз сотрудники КГБ говорят, эх, какой талант пропадает, вам бы у нас только работать. Вы любите военную дисциплину, у меня все четко, по минутам распределено. Вот когда мы дорогой ехали, ну когда деньги-то платят больше, а потом нужно сдачи взять, машину заправили, мы уже смотрим, сейчас он выйдет оттуда, машина трогается, и кто деньги платил, он уже на ходу в машину должен запрыгнуть. Мы секунды экономили. Вот это, по-моему, легли спать. У нас ни одного слова, чтобы не было разговора. Мы должны уснуть. Вот когда мы на Владивосток ехали, у нас отбой был в десять, всегда ложились, ровно в десять. А в два часа ночи мы уже на ногах, уже поехали. Надежда Васильевна, вас хочется так поцеловать и по головке погладить. А еще, знаете, так хочу вас крепко обнять, вот так, вот так, вот так, вот так. Я взаимно тоже, я жду-жду вас. Мы все материалы, какие у вас сняли ролики-то, будем выставлять. Вы следите за этим. Я их не выставляю. У меня их отобрал этот администратор. Потому что у меня сильно ужимает это. И сейчас они сегодня уже еще одного на меня напустили. Сильно портите, что ужатием. Я говорю, все в аппаратуре. Ищите спонсоров, покупайте хорошую аппаратуру. Они ревниво смотрят за передачами, за этими. Потому что расширенный на большой экран телевизора у нас почти там ничего не разберешь. Где ноги, где голова. Да, кстати, у вас аппаратура, на самом деле, то, что вы снимали здесь в Баку, она вот, то, что ролики, ну, не очень ясно. На самом деле, они должны вам помочь, чтобы вы это все могли лучше снимать. Вы же сейчас еще будете ехать в другие страны, дай бог, чтобы все хорошо было. Вот, чтобы это было еще лучше, качественно. Очень много людей смотрят. А? Немного видно. У нас главное это содержание. Главное, это я вас сняю. Да. Главное это звук. Господь говорит, вера от слышания. А слышание от слова Божия. Да, нет, нет. Все отлично. Все хорошо. Просто качество. Очень много людей смотрят. За один день там я буквально зашла и... Мы не можем еще сделать. Мы не можем еще сделать. Я говорю, вот были мы, глава администрации города, там, мэр города. Собирает всех религиозных деятелей. Ну и они туда с ГТРК, с местного радио приходят. Так у него аппаратура, он на плече несет ее, она не меньше пяти килограмм у него. Ну у нас-то она какая аппаратура-то? Ясное дело, что если наша пятнадцать тысяч, а я спрошу, сколько та полмиллиона. Ну и что? Пасеньки и шапка. Надежда Васильевна, а Надежда Васильевна, слышите? Да, я слышу, слышу. Вы там девочек тоже учите, да? Да. Много девочек там приходит. Больших и маленьких, больших и маленьких учу. Я говорю, у вас голос хороший, я слышала, вы поете там. Это кто вы, это Гаврюшка выстояла. Я говорил. Да, у вас там ролики есть, вы поете. И так красиво, у вас оперный голос, честно, серьезно говорю, сильный голос. Теперь она с аппетитом поест. Да нет, видно, что она мало кушает. Ну прелесть. Вы знаете, я не хотела, чтобы выставлял человек, который говорит, это на память мне будет, моей семье. Я согласилась, так не соглашалась. И вдруг, слышу, он выставляет, я говорю, что ж ты наделала? Да. Убили сейчас же все. Ну не знаю, совсем очень хорошо. Ну не знаю, совсем очень хорошо. Он маленьких, они еще сделают это тайной для избранных. Посмотрите. Ой, ой, ой. Ну да. Я хочу, Самира, я думала о том, что как бы мне с вами на скайп идти. У меня же тоже такой же интернет, и я со всеми разговариваю по скайпу. Даже с ним. Да ладно. А у меня там же есть, я вам скажу, вы напишите, если не забудете. Куда-нибудь запишите. Ну так не забудьте. Подожди, Самира, не надо. Я ей благословение не давал с вами отдельно разговаривать. А, хорошо. Нет, да, я тоже. Благословение, она не должна этого делать. Вот придет поговорить, иначе у вас много будет времени отнято. Отец говорит, нет, мы по скайпу песни будем вместе петь. Вот точно. Ну а о чем мы с ней будем говорить? Я не благословляю. Не благословляю. Вот позвали ее, побыла здесь, все, теперь пускай молится. Мы каждый день утром молимся и поминаем Самиру, Наталью и содружество ее. Хорошо, хорошо. Так, давай-ка прощаться, а то она тут не уйдет, будет сидеть. Да ладно, отец Игнатий, она такая хорошая. Я соскучилась, и он-то виделся, а я нет. Мурсиалис, скажи, нужно разузнать, сколько стоит билет, вы реально подходите. Думали ли мы, что на своей машине приедем? Но мы хотели, молились, и Бог так устроил. Нас ждут кореции. Мы были в Германии, приехали в знакомом. Как там были? В Нюрнбинге долго были, где-то в фашистом точку поставили. Отец Игнатий, он мне говорит, ну шутит, да? Говорит, что говорит, ты говорить не хочешь? Ну, он шутит, я знаю, что у вас таких вещей нету, но мусульманин, да? Он говорит, ты что, не хочешь, чтобы я туда поехал и вторую жену русскую взял? Что? Вторую русскую жену взял, чтобы я... А, нет, у нас это не положено и считается грехом. Я знаю, да, но он шутит. У нас, видите, как... Он говорит, не хочешь, чтобы я туда поехал, говорит, и вторую, говорит, взял себе там жену. А вот ему скажите, наши правила. Допустим, молодой человек, 18 лет он женился. Да. Ну и он посадил ее на мотоцикл, а тогда сиденья задние были выше. И он разогнался и не видел проволока натянутой, ей голову срезало, как бритвой. Первый же день. Он вдовец. Вдовец. А он уже повенчанный был. Ему разрешается жениться теперь. Жениться там через 40 дней. Но вот его сегодня повенчали в церкви. И обоих на два года от церкви отлучают. Такой порядок. Как? Зачем? А ты не спрашивай, ты закон услышал и не спрашивай. Зачем? Затем, что у нас целомудрия на первом месте, а не потворствование плоти. Но бывает так, что вторая жена у него точно так же поехала, вот тогда взорвался поезд Адлер в Новосибирске, и она погибла в вагоне. А ему всего только 23 года. Ему разрешается третий раз жениться, когда жена мертвая, мертвая. Потому что при живой жене, если он женится, он прелюбодей. У нас высокая шкала. Теперь он только женился. Вот вторая жена, когда священник не имеет права к нему пойти на пиршество домой. Не имеет права. Да, да, я слышала такое. Читала, да. Теперь третий раз, когда третья жена у него, то оба отлучаются. А вот, допустим, она первый раз выходит замуж, разницы никакой нету. А отлучается на пять лет. А четвертой жены, вот, допустим, она погибла у него или умерла, болела. Четвертого брака не существует. Это просто как разврат. У нас слишком разный здесь уровень. А в мусульманах сажаются четыре жены. Я вот читаю про одного, это Саудовская Аравия, у него двухсотая жена. Нет, ну он ненормальный просто. Ни разу не превысил. Вот ему нужна новая. Он одну выгоняет, у него опять четыре. Кошмар какой. Ну какой кошмар? Кошмар. А, у него четыре жены. Я думаю, вы имеете ввиду 200 жен. Двести раз он женился. А, двести раз он женился. Но ни разу не нарушил мусульманский закон. У него больше четырех жен не было. Он одну выгоняет, у него опять три. Он опять женится. Опять надо жениться, он одну выгоняет, опять берет. Какой негодяй. Извините. Он по закону делает, ему разрешено это. Я ничего не осуждаю. Я просто говорю, так вот есть. Отец Игнатий, вот смотрите какая получает. Только это скажу и все. Смотрите, вот эти же законы, это же не Бог дал. Это же люди они придумывают. Понятно. Но Господь сказал, мы считаем 12.28 послание 1 Коринфянам. Одних поставил, говорит, апостолами, во вторых пророками, в третьих учителями. У сектантов других этого нет. У нас учителя. Притом Дух Божий в церкви. У нас апостольская церковь, соборная. Собирались епископы со всего мира. Вселенские соборы. Поближе тебя не видно будет. Вот так. Соборы вселенские. Они выносили эти правила. И говорят, это не от Бога. Тогда Дух Святой перестал действовать. Мы так не можем рассуждать. Были... Отец Игнатий, извините, но в Библии есть там, у какого-то, по-моему, Авраама две жены были. Или у пророков были там по две жены, по-моему? У Якова было четыре. Две жены и две наложницы. Две. Рожденные двенадцать детей. Но Библия говорит, что какая была этому причина. И больше этого не было. У Давида была жена. Разрешалось многоженство. У Соломона было триста жен и семьсот наложниц. Это в Библии говорится? Отец Игнатий, это в Библии говорится? Да, конечно. Что у него триста жены было? Триста жены и семьсот наложниц. Вот такие цифры там есть. Я вот это не помню. А ты не знала это? Вы мне это место можете, если у вас... Сейчас, сейчас, минутку, сейчас. Тихо. Вот это я никогда не видела, я просто не помню. Сейчас, сейчас, подожди. Подожди. Это не долго нам узнать. Спасибо. Вот за что я вас уважаю. Вот за... Ходя через психлопедию, Надежда Васильевна. Третья книга Царств. Пиши. Сейчас, сейчас, сейчас. У тебя должна быть на столе бумага, всегда карандаши и ручки. Да, да, да. Третья. Третья Царство, одиннадцатая глава, третий стих. Одиннадцатые три. Считаю. Считаю. Ага. И было у него семьсот жен и триста наложниц. И развратили жены его сердца. Его. Вот так. Теперь, вторая параллель Маминон, одиннадцать двадцать один. И любил Раваам, это его сын Соломонов, Мааху, дочь Авесолома, более всех жен и наложниц своих. Ибо он имел восемнадцать жен и шестьдесят наложниц. И родил двадцать... Это вторая параллель Маминон. Кто? Кто это? Вторая параллель... Параллель Маминон. Ну, это в Библии книга. Да, я знаю, знаю. Еще. Одиннадцать двадцать один. Ага. Все. Спасибо большое. Да, кроме того... Ну и что... Да. А, значит, это было. И шестьдесят наложниц у него было. Ну, как в Соломон, то ни у кого не было. А в Библии написано, не имей многих жен. Такое и есть. Чтобы они не развратили вас. И сильно не богатей. Об этом тоже написано. Да. Ну, отец Игнатий, ну, для того времени, наверное, они были такие, что им Бог разрешил, да? Раз они делали... Соломон же был пророком, правда? Ну, а результат какой? Да. А вот уже во время Иисуса, мир ему, уже не разрешалось, да? Одна. Как у Адама. Одна жена. И жена навсегда. Ну, это понятно. Я за это. Я за это. Ну, хорошо. У нас написано так. Муж есть голова. Вот она голова. А вот это жена. Вот это вот тело. Ну, у тела сколько голов? Или у одной головы сколько тел? А вы знаете в Коране, как сказано? Они же... Это многие скрывают, мусульмане. В Коране там на арабском сказано, что для вас лучше одна жена. Да. Это ближе к богобоязненности. Вы знаете, да? Самира, а ты у меня можешь скачать вот на сайте. Там написано книги Игнатия Лапкина. Открытым оком. Тридцать томов. И восемнадцатый том. Скачай. Он у вас в Национальной библиотеке. В Баку. Подождите. Восемнадцатый том. Восемнадцатый том. Зеленого цвета. Открытым оком. Он в Национальной библиотеке у вас есть. Я там делаю полный разбор Корана по сурам и аятам. Ты мне помнишь? А зачем вы мне... Алло. Алло. Да, да. Подождите, подождите. У меня здесь изображение исчезло. Отец Игнатий. Вы мне не говорили. Вы только сейчас мне сказали. Я бы давно уже посмотрела бы. Все, открылась. Ага. Я говорил, а ты просто не упустила. Я тогда говорил, когда был. Восемнадцатый том. А, вот я написала. Ты его можешь скачать у меня сейчас. Сейчас же. На сайт зайди. Ага. Сайт. И там написано слева графата. И написано книги Игнатия Лапкина. Найдите открытым оком. Восемнадцатый том. Скачай его. Он у тебя на столе будет уже через двадцать минут. Да, я знаю. А в Гугле тоже можно найти, наверное? Как? В Гугле, если я напишу, тоже найду? В Гугле. В Гугле я не знаю, найдешь я. В Гугле ты выйдешь только на сайт. А в сайте они книги уже как в библиотеке находятся. А, в Кистине, да? Дело в том, что я разбираю по сурам и аятам весь, абсолютно весь Коран. И что о мусульманах было сказано за тысячу триста лет. Поэты, писатели, религиозные деятели, политики. Все там выбрано. Я мусульманами специально занимался много-много времени. Отец Игнатий, в Кистине Ру, да, там я найду это? Книга открытым оком называется. Нет, она спрашивает. Что? Кистине, Кистине Ру или где? Да. А еще не знаешь где? Сейчас я тебе покажу. Ну, вот я... Посмотри, видно или нет? Видно, да, да. Подожди, сейчас покажу. Ну, видно, нет? Видно. Очень хорошо видно. Видно Отец Игнатий. Ну, Кистине можно считать там где? Или оно написано... Здесь я только царство читаю. Она наоборот. А, в Кистине один народ Ру. А, все, нашла. Все, увижу. Вот. И когда зайдешь туда, на первой странице, там сразу увидишь книги Игнатия Лапкина. 38 книг. Все, убью. Ага, все. И 18... Открытым оком это означает там 30 томов. 18-й том это написано о Коране, о мусульманах. Я Коран по сурам разбираю, по сурам. Как с мусульманами беседовать, на какой стих у них внимание обратить. В сравнении с Библией все делается. Не просто я разбираюсь сам от ума, а как Библия говорит. Допустим, вопрос задают. А что-нибудь из житий святых там есть в Коране-то? Я показываю, где это есть. В какой суре и аят. И я дословно копирую оттуда из Корана. Копирую, а потом рядом из Библии копирую. Опять новый вопрос. Я опять копирую из Корана и копирую из Библии. То есть по ссылкам все это делаете? Не просто так? Я Талмуд разбирал. Три тома по 750 страниц. 25-й, 26-й. Вот. Это я полностью 12 томов Талмуда разбираю в сравнении с Библией. И что об евреях сказали за 3600 лет. Таких книг просто нету. Их не было в мире и нету. Это я абсолютно точно знаю. Я почитаю. Спасибо вам большое. Отец Игнатор. Ну вы гора. Ну я не знаю. Больше чем гора. Ну храни Господь. Спасибо. У нас Ленин когда-то сказал о Толстове. Глыба человечеще. А у нас слово глыба. Иные прочитают глыза. Глыза это когда вол оправится и застынет кучка. И называется глыза. И отец Игнатор. Мира вам. Света вам. Чтобы вы всегда были такие. Еще больше любви вам. И благополучия вам. И чтобы все ваши желания исполнились. Отец Игнатий. Так. Давай-ка. Всего доброго. Поключай. Всего доброго. Всего доброго. С Богом. С Богом. Мира вам. Давай. Сейчас. Все. Вот Инна сидит смотрит. Вот три часа. У неё день рождения сегодня, я её поздравила уже. Я не знал, ну ладно.